Продолжение следует... Показания за врачебные ошибки предлагают в Минздраве. Соответствующий законопроект обсудили на неделю в Мажелисе. О чем еще говорили в Нижней Палате Парламента. Расскажу обо всем по порядку. Это программа Мажелис Лайф, студия Анна Шелгина. Здравствуйте. Психологам и соцработникам нужно повысить зарплату, считают депутаты. Вопрос на заседании Мажелиса поднял Магерам Магерамов. В своем запросе правительству он отметил, что нынешние оплаты и условия труда таких специалистов не соответствуют современным требованиям. Хотя они, казалось бы, как и врачи общей практики, оказывают первичную медико-санитарную помощь. Подробнее в материале моей коллеги Анель Едельхза. Гульмира Адаева психолог со стажем 8 лет. Сейчас она работает в столичной больнице. Обследует детей с особыми потребностями. Состояние каждого пациента требует специального исследования и времени. Задача непростая, но зарплата, которую Гульмира получает за свои услуги, очень маленькая. Чтобы оплачивать курсы повышения квалификации, говорит, приходится параллельно подрабатывать в частных клиниках. Вообще работа психолога, она очень трудозатратная, энергозатратная, потому что психолог работает своей собственной психикой и должен заботиться о своем психологическом здоровье, постоянном росте профессиональном, развитии. И, конечно же, развитие – это прохождение тренингов. Также прохожу терапевтическую, собственную психологическую терапию, супервизию прохожу. И тоже это оплачивается с моей стороны. Именно в государственных учреждениях заработная плата низкая. Вот, в пределах 80-100 тысяч полная ставка. Социальные работники и психологи относятся к категории «прочий персонал». Поэтому должностные оклады им не повышают, а трудовой отпуск не увеличивают, отметил депутат Магерамов на заседании. Хотя они наравне с врачами общей практики работают с так называемым особым контингентом. Участвуют в решении спорных вопросов и привлекаются для проведения занятий в учреждениях образования. В настоящее время в системе здравоохранения психологам и социальным работникам устанавливается сниженная зарплата на уровне 95 тысяч тенге за ставку. На руки получают 80 тысяч тенге. Также для психологов и социальных работников предусмотрен один вид доплаты. Это стимулирующий компонент комплексного подышевого норматива. Данная доплата устанавливается на уровне 10 тысяч тенге. Между тем, в стране наблюдается дефицит таких специалистов. К примеру, к 2030 году потребность психологов превысит 3,5 тысяч человек. В профильном ведомстве нехватку кадров в госучреждениях списывают на непопулярность профессии. Якобы зарплату им и так ежегодно повышают на 25%. Так, по данным Минтруда, в среднем психологи получают 140, а соцработники – 220 тысяч тенге. В течение трех лет тоже будет повышаться заработная плата. С 2021 по 2023 годы их зарплата также увеличится на два раза. На сегодняшний день мы можем сказать, что дефицит небольшой. При этом есть, но дефицит мы считаем, что возможно, потому что это не такая востребованная профессия. Не то, что востребованная, как же мне объяснить это? Популярная профессия. Вопрос повышения зарплаты и статуса таких специалистов обсуждают уже несколько лет. Мажелисмены также напомнили, что в прошлом году вышел проект приказа, согласно которому должны были ввести надбавки и доплаты за работу в особых психоэмоциональных и вредных условиях для ряда специалистов здравоохранения. В этот список входят психологи и соцработники. Но документ так и не утвердили. Анель Едельхаза, Артур Горшников, Ярман Ахшабаев. Специально для Мажелислаев. Смягчить наказание за врачебные ошибки предложили в Минздраве. А именно снизить размер штрафа и срок ареста за неумышленный, средний и тяжкий вред здоровью. Соответствующий законопроект презентовали в Мажелисе. Если его примут, то и смерть пациента по неосторожности для врача не обязательно закончится тюрьмой. К примеру, при причинении человеку вреда средней тяжести, размер штрафа могут уменьшить с 200 до 100 МРП. Арест с 50 до 30 суток. Также будет введено страхование профессиональной ответственности работников сферы. Документ разработали для повышения их статуса, отметили в Минздраве. Более детально поправки по вопросам здравоохранения изучил мой коллега Алишер Накипов. Далее наша постоянная рубрика «Интервью». Нужна ли гуманизация уголовных правонарушений медиков за ненадлежащее выполнение обязанностей? Обсудим тему с депутатом Мажелиса парламента Зариной Камасовой. Зарина Айдархановна, здравствуйте. Добрый день. Поправки в области здравоохранения, озвученные накануне в Мажелисе, вызвали много вопросов и споров. В чем суть предлагаемой реформы? Ну, в первую очередь, это законопроект сразу хочу сказать по поручению главы государства. Еще в 2020 году было сказано, также был на открытии памятник Калтунжерик 21-м, сказал, что надо вводить юридическую и правовую защищенность медицинских работников и их трудовую деятельность. Это страхование именно профессиональной ответственности, будем так говорить, ошибки медицинских работников. Плюс защита наших пациентов. Мы еще даем право пациенту получить выплаты. Вот вы понимаете, на сегодня как? Я возьму, допустим, про смертник говорим, это все судебные дела. Что-то вам сделали не так, неправильно, вы, ну, будем так, с ростом перелом. Ну, где-то непредумышлено, мы говорим не специально, где-то так получилось, что вы недовольны, вы там пролечились не так, да? Вы что сейчас на сегодня до закона? Вы пишете в комитет фармконтроля, создается комиссия, вы пошли по судам, по судам, это вот как круги ада, как пациенты говорят. Да, я сейчас на стороне пациентов. Теперь, согласно этому законопроекту, и то, что мы отрабатываем в рабочих группах, мы хотим, чтобы конфликт решился здесь и сейчас. Вы пришли в поликлинику, вы недовольны, вы говорите, я вот, вы меня там пролечили, ну, не так. Непростая просто жалоба, я говорю, чисто вот, если будет решено на уровне больницы, что да, вам нанесен непредумышленный еще раз, предумышленный это уходит, непредумышленный вот вред вашему здоровью, да, тогда вы вместе, страховая компания вам выплатит, понимаете, компенсацию. Такого никогда не было. Когда кто из наших пациентов получал какие-то деньги, согласитесь, только в тяжелых случаях, только в судебных, да, вот этих тяжбах, одниях. То есть это можно сейчас решить на уровне поликлиники. Я считаю, что это очень большой плюс. То есть врач в этот момент будет спокоен, что недовольный пациент разбирается на уровне комиссии, страховая компания готова выплатить вам. В случае врачебной ошибки или смерти пациента предложено уменьшить штрафы, а тюремный срок заменить на ограничение свободы. И тут у многих граждан возникает вопрос, почему мы идем на этот шаг? Объясните мотивацию Минздрава. Во-первых, хочу сказать, что там просто добавлено как бы не только лишение свободы, но ограничение свободы. Лишение свободы не убирается, уголовное наказание не убирается. То есть если врач виноват, грубое нарушение, да, халатность, он будет наказан. Имеется в виду, просто добавляется ограничение свободы и на один год уменьшается срок. Я думаю, что мотивация Минздрава связана с тем, что на сегодня у нас идет острая нехватка врачебных кадров. У нас много очень жалоб, до 3000 жалоб в год идет, почти 300 дел заводится, 317-я статья, и идет такой большой отток кадров. Ну почти то же самое, 3900, почти 4000 врачей не хватает, не хватает денег, не хватает и в хирургическом профиле. Там, где у нас тяжелые операции, там, где риск большой, да, наркоза, анестезиологов не хватает, это тоже играет свою роль. Я думаю, вот это является мотивацией Министерства здравоохранения. В каких медицинских специальностях в основном допускаются врачебные ошибки? Где риски больше всего? Ведется ли такая статистика? Конечно, большой риск это в хирургии. Тут о чем говорить, это когда любой доктор идет на операцию, в моем понимании, потому что я сама все-таки офтальмохирургом, сама прооперировалась только. Никто не идет с целью что-то сделать плохо, прооперировать плохо. Вот в основном, вот наши коллеги так работают врачи. И, конечно, хирургия, ну представьте, кардиохирургия, онкология, да, будем так, большая хирургия, мы говорим. Конечно, риск больше, и потерять пациента больше в хирургии, чем в терапевтическом профиле. И в терапевтическом есть тяжелые больные, я ничего не исключаю, но все-таки у хирургии риск больше. И поэтому, смотрите, сейчас, когда мы вводим это страхование, расходы будут заложены 100% в медицинский тариф. Ранее, если не ошибаюсь, вы трудились по специальности врач-офтальмолог. Представим, что вы все еще работаете в больнице. Как бы вы отнеслись к этому законопроекту? Я положительная. Понимаете, я почти 20 лет проработала в большой бюджетной больнице, да, в центре матери-ребенка, где многопрофильно все видела. И потом вот почти 10 лет как руководителем частной клиники. Я что хочу сказать. У нас государственные больницы, они лишены такой возможности, как частные. Ну, честно скажу, приходит жалоба, директор решает. Я вот сидела на жалобах. Я прихожу, мы с пациентом сразу же обговариваем, где-то что-то. Частные клиники это можно решить. Согласитесь, даже если где-то что-то, ты видишь, какая-то ошибка, ну, это решаемо. Государственные больницы это не решаемо. Законопроект принят в первом чтении Можилиса Парламента. А когда ожидается вступление закона в село? Пока не могу сказать. Мы же только начали работать, поэтому мы везде в соцсетях пишем, мы призываем общественность медицинских блогеров подключаться. Мы готовы открыты, вот со всеми, все свои предложения. Сколько давала нам медицинская наша общественность, профсоюзы, мы все стараемся обсудить с ними. Отлично. Зарина Айдархановна, спасибо вам за интервью. Да не за что. К другим темам. К 2027 году широкополосный интернет появится во всех домах, пообещал на правчасти министр цифрового развития инновации аэрокосмической промышленности Багдад Мусин. Сегодня этот показатель составляет 74%. Но депутаты Можилиса сомневаются в скорой реализации проекта, поскольку сроки уже несколько раз сдвигали. О том, почему в стране до сих пор плохая интернет-связь, в материале «Зауреж Думанкоза». Жительница Алматы Анастасия работает менеджером по ключевым клиентам. Практически вся ее работа проходит онлайн. Звонки, встречи, переписки по почте. Поэтому на качество работы влияет интернет, который из года в год в мегаполисе становится хуже, говорит девушка. Немножечко портится погода, все, интернет автоматически не работает. Где-то ты пытаешься там в кафе, на улице, то есть 4G вообще пропадает. То есть раньше было лучше с этим планом. Все работало. То есть ты сидишь с ноутбуком, даешь раздачу, то есть без проблем. Сейчас у тебя элементарно в день там 2 гига просто улетает. Ты сидишь, грубо говоря, на каких-то онлайн-курсах, и у тебя просто не работает интернет. Дома 4-5 устройств подключаются, интернет вообще не работает. Анастасия не раз обращала в службу поддержки. Связь улучшалась, но ненадолго. А в некоторых местах, по ее словам, сигнала нет вообще. Расплатиться бездоличным расчетом или дозвониться там невозможно. Но это не останавливает операторов систематически поднимать тарифы. За год уже три раза они повысили. Приходят сообщения, то есть они как бы повышают не сразу 300-400 тенге, но систематически раз в полгода. И мы перешли все на пакет, то есть это 12 гигабайт, которых, ну, вот пока они есть, начало месяца, дней 10, да, основной трафик, он работает. Потом все. Ко мне приезжали вот эти, получается, ребята, которые все это чинят. Они сказали, это невозможно, потому что оборудование старое стоит на крышах. Вопросом, почему в стране медленный интернет, задаются и можелесмены. Для обновления инфраструктуры операторов освободили от выплат за радиочастоты. Такая поддержка обходится государству в 17 миллиардов тенге в год. А ВОЗ и ныне там. Поэтому амбициозные планы Минцифры по строительству сетей нового поколения вызывают у депутатов недоумение. Мы говорим тут о высоких технологиях, когда не можем донести интернет не то что в селах, а даже в столице. Конечно, мы не должны отставать от международных стандартов, но мы не должны гнаться за рейтингами, статистиками. Необходимо обеспечить качественный интернет. А в телекоммуникационных компаниях ответственность за качество возлагают на самих граждан. Из-за радиофобии люди не разрешают устанавливать базовые станции. Среди других факторов устройство для усиления сигнала и аварийные отключения электричества. В этом году компании пришлось демонтировать более 250 базовых станций по требованиям местных жителей. Это жалоба одного или двух там абонентов в ущерб остальным сотням жителей этого района. Связь после этого становится хуже, ну и иногда пропадает совсем. В наших городах, в той же Алмате, Астане, есть сотни белых пятен, которые не закрываются. И мы не можем их просто физически закрыть, потому что жители этих районов против установки оборудования. С начала года было проведено сотни проверок. В результате провайдеров оштрафовали более чем на миллиард тенге. В ведомстве считают, увеличение суммы взысканий заставит их ответственно относиться к своей инфраструктуре. Заурежду Манказы специально для программы «Можилис Лайф». Можилисмены просят отложить введение пошлины на экспорт семян подсолнечника. Мера, которая вступит в силу в январе, грозит аграрием банкротством. Так, последние несколько лет маслоперерабатывающие предприятия занимаются лишь первичным переделом продукции. Всю ее отправляют в Китай и страны ближнего зарубежья. В результате 80% продуктов в магазинах, включая подсолнечное масло, импортные. По словам депутатов, ограничения никак не повлияют на цены. Стоимость товаров не снизится. Но от ограничений пострадают фермеры и замедлится развитие сектора полеводства. В связи с этим, тем более, непонятно неприкрытое лоббирование интересов нескольких полупереработчиков, когда под ударом находится огромная отрасль. Если производство семян подсолнечника станет экономически невыгодным, фермеры переориентируются и обсуждать будет нечего. Также в Можилисе одобрили два ратификационных законопроекта, в том числе соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках ЕС. В работу приняли законопроект о ратификации протокола между Казахстаном и Кыргызстаном об участках деятельности пограничных представителей. Депутаты направили в Сенат законопроекты о восстановлении платежеспособностей банкротстве казахстанцев по вопросам ЖКХ и разрешения трудовых споров и конфликтов. Такой была неделя в Нижней Палате парламента. Это программа Можилис Лайф. Увидимся ровно через неделю.